Ребят, приветствую вас на канале Инстапапа, на кулинарном канале, естественно, мы сегодня в студии Вкусоловт, бренд-шеф этой студии Денис Марачковский, и у нас сегодня очень важный гость, это ведущий программы про дороги Тимур Маркович, не побоюсь этого слова, Минин, а также он участник гонок, кольцевых гонок Зимхана, кольцевые они нет? Короче, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Мы сегодня готовим любимое блюдо Тимура, это, естественно, пельмени, но с определенными наворотами. Да, у нас на самом деле два вида пельменей, пельмени рыбные и пельмени мясные, и приготовим мы по-разному, то есть пельмени рыбные у нас зеленые из шпината, тесто, щука судак и классические сибирские пельмени, три вида мяса, белые, то есть делюсь сразу секретом, как их правильно сварить. Самое главное, когда надоели обыденные будни, отварные пельмени, ну максимум с майонезом, что с ними еще можно сделать, чтобы это было вкусно? Пожарить. И сырыми сожрать. Нет, можно сырыми, кто-то еще нагрелись, жарить, много вариантов, как бы, на самом деле. Ну, делается следующий момент, потребуется два сотейника с кипящей водой, один и второй предлагаю посолить. Как ты сказал, что потребуется два? Два сотейника. Кастрюли? Ну, типа того. Кастрюля с ручкой это сотейник, без ручки это кастрюля. Вот, эта информация полезна уже пошла. Добавляем лавровый лист, лавровый лист надо чуть-чуть подпечь, потому что когда его подпекешь, он гораздо вкуснее. Ну, давай. Я же сейчас сожгу кастрюлю. Вот это прикольные фишки. Здесь, когда добавляешь в напеченый лавровый лист, он раз в 10 усиливает вкус, ну и, соответственно, пельмени будут гораздо вкуснее. Кладем на пельмени. Давайте, Мурчик, укладывай их, так сказать, кучно. Это рыбные, да? Да. Это рыбные. Первый раз в руках держим рыбные пельмени. Рыбные варим 5-7 минут, мясные, 8-8 минут. Всегда что-то первый раз в руках держишь. С тобой тут точно. Это точно, да. У нас плохо этот, как ты сказал, кастрюли отмывается. Сотейник плохо закипает. Сейчас добавим туда баллон. Ну, пока варятся непосредственно у нас первые и вторые пельмени, мы сделаем для них начинки. Я предлагаю рыбные пельмени. Мы запекем непосредственно под сырной шапкой в сливочном соусе. Кому что больше нравится, да? Возьмем майонез, сыр, добавим в яйцо. Ты чего не знаешь, что я перевелил? Предлагаю выкладывать чашку и перемешиваем. Сюда, да? Все? Все, не мелочись. Не до мелочей. Да-да-да. Так. Какой приятный процесс, да? Нет, разбиваем лицо. Пойдет, да? Хватит. Перемешиваем. Я правильно перемешиваю? Все верно. Да я тут исправляюсь. Все, что-то. Могешь. Я на кухне очень редко появляюсь, честно говоря. Ну как, я только с самой целью там могу дойти. Что делаешь? Поесть. Поесть. У тебя жена, я знаю, вкусно кормит, да? Да. Молодец, жена. Вообще, когда я что-то готовлю, когда я потом сам ем, мне плохо всегда. Да? Да. Это что-то как погляднее. То есть у нас есть повод, ребят, что сегодня нам будет хорошо. Нет, ну все остальные, кто ест, они вроде говорят, что норм, но как бы... Они просто стесняются сказать тебе, да? А то ты больше готовить не будешь. Это я думаю, никто не расстроится. Так, готово? Профессионально. Ждем. Сейчас получается варится наше перемене, как бы, ну и непосредственно вливаем воду. Добавляем соуса, чуть-чуть прогреваем. С мясом можно будет сразу уже пробовать в соусе. А рыбное мы выложим в чашку и уберем их запекать. Ребят, как я вам ранее сказал, у Тимура есть канал про дороги, да? Большой канал, автомобильный. Сколько лет ты уже с ним пуркаешься? Ну, если так, по-серьезному запряглись мы, наверное, года три с половиной. Сколько бабла улетело? На развитие? Да. Да кто же их считает? Это же автомобильный канал. Автомашины, значит, штука-то дорогая. Очень. Тем более, если мы говорим о каких-то специфических, автоспортивных или экспедиционных. Это, конечно, серьезные вливания, но мы никогда не задумывались, когда мы делали проект для заработка. Мы просто показывали свою жизнь, и это кому-то стало интересно, мы не стали останавливаться. Вот и все. А потом уже даже это дело какие-то даже мы там где-то отбиваем. Ну, это хорошая история. На самом деле, ребят, я вам скажу так, что ссылочка будет на канал Тимура в описании под видео. Реально есть, что посмотреть. Но он такой интересный у него подход. У него от автоспортивных машин, которые дрифтовые, он так плавно перешел к боевой турбониве, и тут же у тебя еще экспедиционник родился. Сколько вот пельменей, они... Вот я знаю, значит, я раньше, в детстве, я очень много времени проводил один с пельменями. Ну, профессионал, но... Я всегда думаю, если они всплыли, значит, можно есть. Правильно думаешь. Но только они должны поплавать маленько. Ну, да, оказывается, мама потом пришла с работы пораньше, и она говорит, я, оказывается, три года ел сырые пельмени. С момента закипания рекомендуют, если вот рыбные, минуты 3-4, чтобы они еще поварились мясные, минут 5, чтобы, ну, все-таки, приготовились. Потому что мы варим замороженный продукт, ему надо времени побольше. Ну, и основная особенность, для чего кипящая вода, чтобы тесто в себя не впитывало много воды, и они не были такими хлипкими. Ты можешь попробовать, что-то там намесил, на самом деле. Да, нормально все будет. Так я тебе почему говорю, ты же всегда говоришь, то, что я готовлю, хаваю, мне потом с него плохо. Но я решил гарантированно, так сказать, работать на результат. Еще одну минуту. Сливаем первую воду. Туда добавим сливки, соус бешамель, еще чуть-чуть прогреем. Потом в эту консистенцию выкладываем в чашку и будем запекать. Так, соус бешамель знаешь, что такое? Да? Да, я тоже знаю. Сосед мой. Сосед мой. У моего соседа фамилия Бешамель. Соус от него. Да, ты говоришь, жена у меня готовит неплохо. Надо постоянно переваривать пельмени. Просто постоянно. Ты понимаешь, что это ответственная задача? Это же не просто так, типа, закинуло. Знаешь, пельмени это все. Пельмени это, да, это целый список. Я не знаю, где ее вообще было, если бы не пельмени. Это точно. Пельмени наши, все, ребят. Это способ выживания. Да, жаришь пельмени? Конечно. А водичку потом добавляешь маленько? А зачем? О, а водичку иногда добавлять надо, чтобы они мягче были. Ну, или ты любишь такие, что как орешки. А, я думаю, чтобы они затушились. Звоним? Да, маленечко прям на... Если их не тушить, я именно такие как раз под пиво хорошо подходил. Ну, пиво наше все. Мы не отказываемся от пива никогда. Ребят, кто смотрит, маленькие дети. Отойдите нахрен на токаранду. Завязывайте, бухать. Завязывайте, бухать. Начинайте тридцать, бухать. Аккуратно перемешиваем. Сейчас попробуем на соль. Отлично. Итак, ставим теперь в жарочный шкаф 250-220 градусов. Прикинь. Здесь именно хорошую фарфоровую тарелку иметь надо. Если нет, можно взять вот так для запекания. Здесь не обязательно брать тонкую тарелку, она может лопать. Вот это сейчас будет интересно. Убираем на 3 минуты, сыр запекается и можно подавать есть. Так, что делаем с мясными? Мясные мы, получается, прогрели. Я добавил соль, перец, чуть-чуть кедрового ореха. Здесь берем, выкладываем. Сливки, соль, перец. Добавляем сверху кедровый орех и можно маленько тертого сыра пармезан присыпать. То есть вот так. Не, вот так берешь, смотри. Вот так. Да что, тогда ты молчал, что это можно. Можно. Можешь вот так вот, как это самое. Красим горохом. Ну вот так вот. Мазал. Понятно, все с твоим шоу. Короче. Промазал, прикинь. С полуметра промазал. Ну ничего смешно получилось зато. На самом деле, думаю, можно любой зеленью посыпать по желанию. Как бы наше блюдо готово. Можно будет пробовать. Хорошим, но можно еще 1-2 минутки подержать. Но здесь вот как раз вот на горелочке. Пойдемся. То есть, когда появляется корочка, то есть, прошел процесс, называется реакция Майера. Кого? Реакция Майера, то что запекание корочки, появление еды, это непосредственно есть сочетание аминокислот с белком. Логично. Это просто человек может выдумывать на ходу вот эти словечки. А мы таки... А все равно ничего не дуплим. Да, да, да. Кастрюля этот, сотник или кто он? Сатейник. Сатейник. Этот Майер. Там, этот Пельменьер. Нет, просто, ребята, вы посвятили свою жизнь автомобилям порядка, там, я думаю, больше 10 лет. А каждый, как бы, я непосредственно своей профессии, более 15 из них получил высшее образование. Ребят, кто ест, приятного аппетита. У кого день рождения, ну, естественно, с днем рождения. Если кто не ест, идите за пельменями. Идите за пельменями, да. Тимур, ну что, начнем с тебя. А как лево или право? Я предлагаю с рыбных начать. Давай. Потому что они как раз вот... Вот этот. Рыбные пельмени, это что там новенькое. Сыр-то бери. Ну-ка. Ну, как тебе? Ну, необычный вкус. Интересный вкус, да? Да. Здесь также можно и мясные сделать, на самом деле, то, как любят. По такой уже корочке. Да. Здесь можно купить обычные магазинные пельмени, сварить. Это просто тогда, когда ты пельмени варишь каждый день. Был у меня такой момент. Я уже не знал, что с ними сделать, когда, соответственно, я отсюда и начал изобретать. Этот ты придумал? Авторское блюдо, можешь сказать? Этот я завел еще лет 9 назад. Можно же лет 12 назад. Первый раз я приготовил с кедровым орехом. Мы сейчас первый раз приготовим. Ой, попробуем. Ну, с кедровым. Что мы приготовили, да. Ну, давайте. Эх, сейчас бы стопочку под пельмешки. Бомба. Кто-то? Здесь надо еще с кедровым орехом пробовать, то что ли. Веральный вкус приедает, необычный. Ну, более традиционный мне. Вот мне нравится традиционный секс. И пельмени более традиционные, мне тоже больше нравится. Здесь момент таков, что если хочешь сделать более нежнее, как бы, блюдо, это вот этот вариант. Плюс, как бы, я очень часто, допустим, делаю своим детям. Ну, детишкам заходит, да. Тоже отличный вариант. Не все едят мясо, дети. Спасибо, пацаны. Открыли вообще с новой стороны для меня столь вроде обыденное блюдо. Очень круто. Просто можно жарить, можно на мангале даже, ребята, некоторые делают пельмени. Можно варить. Мангаль, такого даже не слышал. Майонезе, маляную, на решетку и жарят, да. Конечно, даже я знаю. А, ну все, тогда чушь. Что-то я отстал от жизни. Ну что, ребят, спасибо, что досмотрели. Кто досмотрел, конечно. Вам от меня отдельный лайк. Всем приятного аппетита, да? Всем добра, готовьтесь с нами. Скажи до слова. До свидания. Пока.